Приветствуем тебя, дорогой друг! Время действия – большой игровой тур четверга в КХЛ. Место действия – обзоры скользкого льда на кинопоиске, покорившее уже не одно хоккейное сердце. Сегодня наша география очень широка. Начнем с Омска, куда пожаловал лидер чемпионата. Четыре пары принимала Москва и Подмосковье. На ВТБ-арене случился ремейк второго круга прошлого плей-офф между Динамо и Трактором. Металлург пробовал вернуться в кубковую зону, схолестнувшись с ЦСКА, тогда как Спартах экзаменовал Горемык из Астаны. В Балашихе сошлись соседи по таблице – Витязь и Кунь-Лунь, а на залитых солнцем берегах Черного моря – ХК Сочи и Адмирал. И, наконец, в столице Белоруссии отношения выясняли Дмитрий Квартальнов и Роман Ротенберг. Было весело. Смотрим наш новый выпуск. Перенесемся в среду. Два матча в континентальной хоккейной лиге в этот день состоялись. В одном из них Акбарс принимал Амур. Хабаровчане проиграли 10 встреч подряд с Акбарсом. Еще и с 2013 года не могут одолеть своих соперников на его площадке. Но здесь неплохо все начинается. Классный силовой прием против молодого Замалдинова. Затем за 6 минут до конца первого периода Евгений Грачев проходом по флангу и броском из левого круга открывает счет в этой встрече. Здорово сработал Сергей Лапин в средней зоне. Корпусом оттеснил соперника от шайбы. Случился перехват. И попаданием под ловушку Амиру Мефтахову забрасывает шайбу нападающий Амура. 2.50 уже до конца второго периода. И активно лезет Амур на пятак. Но здесь получает достойный отпор и от Марченко, и от Миллера, и от всей остальной казанской команды. В третьем периоде пытается команда Анвара Гатитуль на ситуацию перевернуть. Шестая минута третьего периода. Классная атака с ходу. Паста чистый лед. Семенов скидывает шайбу на пятачок. Паузу выдерживает Семен Терехов. И классным кистевым броском посылает шайбу между щитков Игорю Попкову. Ничья 1-1. Отмечаем всю работу пятерки казанского Акбарса. В этом моменте смогли зону освободить. И дальше здорово Семенов разобрался. Две минуты до конца третьего периода. Большинство у казанцев и Дмитрий Яшкин его реализуют. Снова доказывая, что именно он король пятака в континентальной хоккейной лиге. 2-1. Никита Лямкин, Александр Барабанов в ассистентах у капитана Казанцев. Остаются последние секунды в третьем периоде с пустыми воротами. И в большинстве действует Амур. Мищенко бросает от синей линии и выручает свою команду Александр Гольченюк. Ничья 2-2. Первое подставление Гольченюка и достает шайбу Мефтахов. Но на добивание уже никто не помешал. Юдин был ближе всех. И тем не менее соперника он упустил. Команды забираются в серию бросков. Дмитрий Яшкин вот так разбирается с Игорем Бобковым в четвертом раунде. И счет открыт. 1-0 в этой серии. Арно Дюрандо пытается свою команду спасти на последнем броске. Однако Мефтахов отрабатывает эту серию на 0-3-2. Победа Акбарса. Другая игра среды также состоялась в Татарстане. Нефтехимик принимал ладу. Тольяттинцы ищут возможности оказаться в зоне плей-офф. Ну а Нефтехимик пытается закрепиться в четверке лучших команд на Востоке. Отличный шанс в дебюте встречи упускает Дмитрий Соколов. Броском из-под защитника запускает шайбу в штангу. Но за 7 минут до конца первого периода Вячеслав Лещенко свою команду выводит вперед. Проход по флангу. Смещение ближе к центру. Также бросок из-под соперника. И в дальнюю девятку шайбу запускает нападающий Нижнекамцев. Андрей Белозеров в ассистентах. В середине второго периода жесткий силовой прием Максима Березина, за который он наказывается двухминутным штрафом, приводит к тому, что пошел заступаться за своего партнера Лука Профака. И это приводит к драке. Скидывают краги оппоненты. Но достаточно быстро Профака разбирается с обидчиком своего коллеги по команде. Посмотрим эпизод еще раз. Столковение у Бортика здесь было. Ну и за блокировку две минуты Березин получил. Лещенко, конечно, здесь он наковал совершенно зря. И Профака это обозначил своими действиями. Дальше. Нефтехимик зарабатывает большинство. Передача на правый круг. Скидка на пятачок. И подставление от Евгения Митякина. Счет уже 2-0 в пользу Нижнекамской команды. Достаточно быстро удалось за грубость наказать своих оппонентов. Тот самый силовой прием, который был проведен Максимом Березиным. Однако в дебюте третьего периода Никита Попугаев одну шайбу отыгрывает. Перевод Никиты Михайлова. Находит он партнера в левом круге. Бросок с острого угла. Не успел переместиться Толганов. И одну шайбу Лада отыгрывает. Три минуты до конца третьего периода. Активно лезет на ворот Ашгихин. Сам бросает. Сам подбирает. Доставляет шайбу в круг. И Максим Березин сравнивает счет. Он сегодня самая заметная персона в составе Лады. И Березин. Только передачи ему не хватило для хитрика Горди Хоу. Драка была. Гол был. А вот передача не заработала. Команда отправляется в серию бросков. И здесь Вячеслав Лещенко эффектно переигрывает Владислава Подъепольского. Переложил шайбу на неудобную руку. И послал ее уже практически в пустые ворота. 1-0. Дальше выходит Егор Корбит. И пытается он точку в этом матче поставить. Очень медленно. Не спеша сближается с Подъепольским. И того также разрывает 2-0 в этой серии. И 3-2 в этом матче нефтехимик одерживает победу. Соседи по турнирной таблице подошли к очной встрече с разным состоянием души. Менчане на днях разгромили Адмирал со счетом 7-2. Но Вадим Шипачев очки вновь не набрал. Став единственным человеком в республике, кто плохо спал после игры. Как спят Дмитрий Квартальев и Роман Нортенберг мы, конечно, не знаем. Впрочем, это и не важно. Ведь два наставника являются главными точками притяжения на матчах своих команд. Аккумулируя на себе все внимание болельщиков. И вряд ли эта игра станет исключением. Ведь по ее окончании пресс-конференцию ждали даже в южноафриканском Дурбане. Что есть в досье Носка? Три дня назад армейцы рассыпались против Кунь-Луня. И заходили в противостояние с Динамо после небольшой паузы. Которая, как мы знаем, может сыграть злую шутку с любым. Так сумел ли питерский клуб убрать Дегамотину из своей игры? Или Вадим Шипачев все-таки вспомнил, что рекорд лиги уже где-то рядом. И сыграл роль первой скрипки в этой встрече. Выясняем прямо сейчас. Резвый старт берет игра на Минск-арене. Двадцатая секунда. Никишин прерывает обостряющую передачу Пинчука в собственной зоне. И отправляет в быстрый отрыв двух партнеров. Грицук и Глотов вот такую шайбу в контратаке сооружают. 1-0. Глотов замыкает. Грицук выдает передачу. Уэлле пошел перекрывать линию паса. И в итоге Глотов остался один. Прошла передача. Глотов классно замыкает броском в ближний угол. Спустя минуту Минчане пытаются ответить. Гросс получает шайбу на синей линии. Заряжает издали. Плешков отбивает шайбу перед собой. Ну и сам же успевает ее накрыть. В состав армейцев на эту встречу не попал Сергей Толчицкий. Вопросы попал ли он в ротацию или какие-то проблемы со здоровьем есть остаются открытыми. Но тем не менее армейцы продолжают конвертировать голевые моменты. Шанс у Алистрова проходит длинная передача. Раз бросок. Два бросок. С первым справляется Тихомиров. Второй прошел мимо створа. Еще один момент у Алистрова. Уже в большинстве четвертая минута. Григоренко находит белорусского партнера на пятаке. И здесь удается командными усилиями. Минчанам не пропустить шайбу в свои ворота. И там здорово Тихомиров клюшкой сработал в последний момент. Алистров четыре матча к ряду в преддверии этой встречи набирал очки. Ну и тут тоже классно действует на старте. Момент у Минска. Бросок с разворота от Александра Волкова. Не попадает шайба в створ. Восемь минут до конца первого периода. Грицук жестко действует против Джордана Гросса. Выставляет клюшку. Отправляет ее прямо в лицо сопернику. За что, конечно, получает справедливые две минуты. Правда, мячане большинством не воспользовались. Ищут момент армейцы. Длинная передача Выдренкова. Выход в ноль. Грицука. Но удается его остановить обороне мячан. Старт второго периода остается за мячанами. Пятая минута. Четвертая тройка на площадке. Проводит она позиционную атаку. Бросает сталь. Подставляет клюшку Кузнецов. И лезет на добивание Сатишвили. Пытался с неудобной руки в ближний угол шайбы положить. Но не удалось. Спустя две минуты. Атака сходу в исполнении Динамо. Бросает поворотом Бориков. Цепляется за шайбу. Подключается Брэдди Лайл. И добивание опасное совершает. Но пока что Плешков и компания держатся молодцами. Середина второго периода. Армейцы перехватывают шайбу в своей зоне. И Арсений Крецук отправляется в контратаку. Здорово разбирается он с Робертом Хэмилтоном. Бросает и ловит на противоходе Андрея Тихомирова. 2-0 в пользу СКА. Валентин Зыков и Данила Голенюк записывают голевые передачи. И продлевают свои арестативные серии до четырех игр. За 7 минут до конца второго периода армейцы обрезались на выходе из своей зоны. И отличную возможность Менчане упускает. Сперва бросал Эна. Затем отскочила шайба к Гроссу. Но из пятака добить тоже не удалось. При дефиците в две шайбы Менчане добавили еще больше темпа. Стали бросать гораздо чаще поворотом Плешкова. Здесь классно проскочил Александр Волков через педана. Укрыл шайбу корпусом от Дианжело. Бросил с неудобной руки. И ловушкой отразил бросок Артемий Плешков. Середина третьего периода. Большинство у минского Динамо. Волков сбрасывает шайбу за спину. Уэле бросает. И Плешков уверенно с этим броском справляется. Восемь минут до конца убегает навстречу Пинчук. Прошла передача по борту. Вылезал на пятак. Не сразу Плешков сблок шайбу зафиксировать. Пошел Пинчук с партнерами шайбу добивать. Но тем не менее она в ворота не пошла. Три минуты до конца основного времени. Большинство у армейцев, что совсем не на руку хозяевам. Классно разыграли Кузьмин и Хайрулин. Передача под бросок. В ближнем углу цепляет шайбу Тихомиров. Она оказывается тем не менее у него за спиной. Ну и успевает Хэмилтон клюшкой шайбу выбить с краски. Еще один момент у Минчан. Пинчук решил взять все в свои руки. Прошел по бортику. Вылез на пятак. Но на добивание никто не поспел. Меньше полутора минут до конца третьего периода. И Глотов поражает. Пустые ворота. Дубль нападающего армейцев. 34 сейва сегодня оформила Артемий Плешков. Это его первый сухарь в сезоне. СКА одерживает победу 3-0. Открывалась программа игрового дня четверга в континентальной хоккейной лиге. Матчем «Авангард Локомотив». Прекрасная фиша. И не менее прекрасный матч выдался, забегая вперед. Шестая минута первого периода. Даниил Бут реализует большинство. Сотый матч. Молодой нападающий железнодорожников проводил в континентальной хоккейной лиге. И это его долгожданный первый гол в сезоне. Никулин и Гернат в ассистентах. За 7 минут до конца первого периода Гуляев дальним броском счет сравнивает. Злодеев и Хлотилин ему ассистировали в этом моменте. Гуляев, как и Бут, проводил свой сотый матч в КХЛ. Вот такая вот интересная история. Середина второго периода «Спунер» отправляет в прорыв Рида Буше. И есть первый гол в этом сезоне для звездного американского легионера «Авангарда». «Авангарда» 2-1. «Спунер», который в прошлом матче вернулся в «Авангард» и первый гол уже успел забить. Здесь отмечается первой голевой передачей в сезоне. «Авангард» разыгрывает большинство в концовке периода. И «Доболь» оформляет Рид Буше. Вторая голевая передача у «Спунера». Ну, а автором ведущего ассиста стал Дамир Шаребзянов. Вывел он на бросок Буше, и тот не промахнулся. 3-1 перед началом третьего периода. И «Локомотив» решает, что пора бросить эти игры и взяться за дело по-настоящему. Иванов и Никулин после передачи Егора Сурина вот так разыгрывают шайбу. И один гол отыгрывает. Егор Сурин набирает свое первое очко в КХЛ. Проходит меньше минуты. Перехватывает шайбу Кирьянов в средней зоне. Убегает навстречу с Хомченко. Не стал шайбой делиться с партнером. Накатывал на дальнюю штангу Полунин. Бросил Кирьянов сам. И счет сравнял ничья. 3-3. Концовка третьего периода. Остается чуть меньше трех минут. Очередную атаку сходу. «Авангард» пропускает на свои ворота. Бросает Полунин. Хомченко не смог шайбу зафиксировать. Она просочилась сквозь голкипера. И Максим Шалунов опередил на добивании Злодеева. Послал шайбу в пустые ворота. 4-3. Полунин и Кирьянов в ассистентах. Последние секунды «Авангард» с пустыми воротами. Но это приводит лишь к голу в эти самые ворота. Радулов на Фреза. Фрез точен. 5-3. У Максима Березкина также здесь голевая передача. «Авангард» проигрывает восьмой матч из последних девяти. На арене «Балашиха» состоялось подмосковное дерби. Видясь против китайского кульнуня из Мытищ. Покуражились хозяева на полную катушку в этой встрече. Третья минута первого периода. И Фредерик Готье с передачей Ивана Чиховича реализует. Большинство получил передачу с полборта и замкнул атаку. Проходит полминуты. Атака сходу. И на завершении Дерек Барак оказывается 2-0. С броском Бучельникова справился Джереми Смит. Но о добивании никто уже не смог прикрыть из хоккеистов Куйнуни. Юрчу пытался поспеть, но безуспешно. Середина первого периода. Воробьев. Вот так классно, с неудобной руки. Кладет шайбу в ближний угол с передачей Валенцова и Головкова. Длинный пас проходит от защитника Витязя. И в ближний угол шайбу запускает Воробьев. Продлевает свою аристативную серию до четырех матчей. 3-0. А это уже середина второго периода. И это гол Ивана Савчика. Бросок от синей линии. И залетает шайбу в сетку. Бросал Рыков. Савчик на пятаке здорово сработал. К этому моменту уже Кайл Кейзер появился в воротах Куйнуни. И от Ивана Воробьева ему тоже прилетело. Классный проход с фланга. Смещение в середину. И вот так впадение. Эффектно Воробьев оформляет дубль. 5-0. Дубль у Воробьева. Федерик Готье не стал оставаться в стороне. И вслед за своим коллегой также забрасывает вторую шайбу в этом матче. 5 минут до конца второго периода. Большинство. Бросок от синей линии. Подставление на пятаке. И готово. В третьем периоде Кунь-Лунь решил немножечко подпортить настроение Максиму Дорошко. Который здорово успорился по ходу этой встречи. И отправит первую шайбу в его ворота. Седьмая минута. И реализует большинство Наиль. Якупов через 10 минут. Витязь тем не менее еще успевает ответить своим голом. Дарьин забирается на вершину круга. Находит оптимальную траекторию броска. И шайба через трафик пролетает мимо Кейзера. Точно в цель. 7-1. Две с половиной минуты до конца третьего периода. Классный проход за ворота. И кладет шайбу за линию. Лукас Локхарт. Итого. 7-2. Уверенная, яркая победа команды Павла Десяткова. Во дворце спорта большой. ХК Сочи принимал Адмирал. В первом периоде Артур Тинолин показывает, что хочет стать главной звездой сегодняшнего матча. Проходит за ворота. И на лакросс заходит. Атака, попытка, ну, совсем не получилась у нападающего Южан. Старт второго периода. В средней зоне сочинцы шайбу перехватывают. Получает передачу Тинолин. Сближается с вратарем. Бросает. Демченко отбивает шайбу перед собой. И Николай Чебыкин, который изначально закрывал видимость вратарев, здорово сработал на добивании. 1-0 в пользу хозяев. Седьмая минута второго периода. Очередная атака от второго звена сочинцев. Бросает Попов после передачи Тинолина. Вновь Демченко справляется с первым броском. Далеко шайба к бортику отскочила. И Тинолин ее добил в пустой угол. Шулак потерял соперника из виду. И Тинолин этим с удовольствием воспользовался. 2-0. С таким счетом команды отправляются во второй период. Где на первых секундах Данил Сераух эффектно разбирается с Семеном Ручкиным. И посылает шайбу в ворота Василия Демченко. Данил Авершин и Тимур Хафизов в ассистентах. Пятая минута. Бросал Василий Мачулин. Не повезло ему немножко. Но на добивании здорово сработал Амир Гараев. 4-0. Также голевой передачу Глеб Корягин себе на счет записал. После этого в воротах у Адмирала появился Андрей Мишуров. Но и он сухим не остался. Тинулин на Чебыкина. Скидка в подбросок Попову. И большинство реализовано. 5-0. Три очка сегодня набирает Тинулин. 1 плюс 2. У него 27 сейвов у Сергея Иванова. И сочинцы одерживают сухую победу. В Мегаспорте Спартак продолжал свою домашнюю серию. И на сей раз в гости красно-белым пожаловал многострадальный Борис. Восьмая минута первого периода. Большинство Спартака истекает. Но это не мешает отличиться Адаму Ружичке. Получил он передачу от Дмитрия Вишневского. И бросил из круга в дальний угол. Галимов здорово закрыл Бояркина на пятаке. 1-0. Пятая минута второго периода. Атака с ходу от красно-белых. Шайба оказывается за ворот. И принц пытается ее завернуть в ближний угол. Щитком достает шайбу Бояркин. Но она очень удачно оскакивает к Егору Чизганову. И тот делает счет 2-0. Это первый гол в КХЛ для 22-летнего нападающего Спартака. Середина второго периода. Позиционная атака красно-белых. Выдает передачу Морозов на усы. И Миронов делает счет 3-0 в пользу Спартака. Это его третья шайба в форме красно-белых у Морозова. Пятая голевая передача. Ну и здесь уже Бояркин ничего поделать не смог. Две минуты до конца второго периода. Шанс у Бориса. Им пользуется Даниил Апальков. Передачу Бурдасов превращает он в гол. 1-3. Все здорово шло для Спартака. Но в концовке один гол в свои ворота получили. Середина третьего периода. Бурдасов катит в круг. Паузу выдерживает и ловит на противоходе Патрика Рибора. 3-2. И всего лишь одна шайба дефицита для гостей. Апальков и Уилл Пучер в ассистентах. Однако за две минуты до конца третьего периода Спартак пытается выбраться из зоны. И делает это успешно. Иван Морозов броском из своей зоны поражает пустые ворота. У Андрея Миронова сегодня 3 очка. Голый дверь стативной передачи. 4-2. Не самая простая, но все-таки победа Спартака. СССР дома встречался с Металлургом. Еще одна яркая фиша сегодняшнего дня. Уже на третьей минуте гости могли счет открывать. Однако бросок Козлова пришелся в штангу. Три минуты до конца первого периода. Большинство у Магнитки. Орехов отдает передачу в круг на Михалиса. Тот выдерживает паузу. И точным броском в ближний угол открывает счет в этой встрече. Не лучшим образом здесь действует Иван Просветов. Начинается второй период. И армейцы еще не подозревают, что их ждет. Вторая минута. Формат 5 на 3. Михалис на Орехова. Бросок и ловит на противоходе. Защитник Магнитки вратаря ЦСКА. 2-0. Люк Джонсон также здесь записывает голевую передачу. Ну а Михалис своеобразной Алверды исполнил. Проходит 2 минуты. Уже в равных составах. Магнитка активно действует в чужой зоне. Выигрывает многочисленное единоборство. И забрасывает третью шайбу. Никита Михалис оформляет дубль с передачи Питунина и Люка Джонсона. Дмитрий Гамзин вышел в ворота у ЦСКА после этого. Однако ничего ровным счетом не изменилось. Проходит 20 секунд. Наброс с борта от Робина Пресса. Шайба застревает на пятаке и добивает ее Андрей Козлов на серос. Неких штанг на своем пути Андрей Козлов не встретил. 4-0. Настроение Ильи Воробьева понятно. Но Магнитка продолжает куражиться по полной программе. Седьмая минута второго периода. Большинство Михаили с поперечным переводом находит на дальней штанге Дмитрия Силантьева. Шайба проходит через двух соперников. И она отправляется в ближний угол. 5-0. 100 секунд до конца второго периода. Атака сходу в исполнении гостей. А Кользин попадает в дальний угол. 6-0. Передача на счету Владислава Еременко. Но и это еще не все. Спустя полторы минуты Магнитка оказывается в большинстве. Шайба на синей линии бросает Валерий Орехов. И счет становится 7-0. У Орехова сегодня 2 плюс 2. У Никиты Михайлеса 2 плюс 3. Казахстанская сила снесла ЦСКА. Армейцы терпят унизительное домашнее поражение. Еще не остыли в памяти фанатов баталии второго круга плей-офф прошлого сезона, как трактор вновь пожаловал в Петровский парк. Команда харизматичного Бенуа Гру устроила себе продолжительные московские каникулы и в первой встрече в столице грохнула по булитам Спартак, показав товар лицом. Недалеко от Мегаспорта в то же время играли Динамо и ЦСКА. Здесь все произошло с точностью да наоборот. Белоголубые в серии после матчевых бросков уступили и продолжили баражироваться на самой важной границе западной конференции. Мы позволили себе такой легкий экскурс в историю, чтобы ее закрыть и открыть новую. Отношения двух клубов после мартовских событий приобрели свой неповторимый оттенок и ожидать от такой витрины можно было многого. Когда на льду соперники в поисках своего пути, это сюжет, накал и непредсказуемость. Все то, за что хоккей стал любимой игрой миллионов. Грузим файл и ценим всю мощь поединка. Хантер Миска и Сергей Мыльников оказываются в воротах своих команд. Вторая минута первого периода, большинство у трактора и шанс отличиться у Бадди Робинсона. Простреливает Юртайкин на пятак, но Миска низ перекрывает и Сергеев оттесняет сторонку нападающего Челябинцев. Атака сходу от Динамо на седьмой минуте. Гусев бросает, сам же шайбу подбирает, отправляет ее Менеллу. Тот на пятачке находит Джордана Уилла по отставлению от канадского легионера, но шайба проходит рядом со штангой. Еще один момент у первого звена Динамо. Уилл получает поперечный перевод, забирается на скорости в чужую зону. Дожидается подключения партнеров. Сергеев получает передачу, бросает, отскакивает шайбу к Гусеву. Тот пытался дважды добить. С первым добиванием справился Мыльников. Ну а во втором случае Кемфер правило нарушил. Большинство у Динамо. Это уже вторая бригада, это уже концовка розыгрыша лишнего. Комтуа на Поленкова. Тот направо на Рашевского. Подключение к Комтуа видит Рашевский. Поперечный перевод делает. Бросает Комтуа в противоход Мыльникову, но в створ не попадает легионер. Четыре минуты до конца первого периода. Трактор пытается свой голевой момент создать. Передача на синюю линию. Дронов забрасывает на пятак. Тертышный здорово клюшку подставляет. Потом сам же шайбу подбирает. И на пятаке находит Кадейкина. Он бросил в дальний угол. Но шайба попала в штангу. Миска тут бы уже, конечно, не выручил. Последняя минута первого периода. Атака с ходу от Челябинцев. Шабанов посылает шайбу за ворота. Кадейкин оттуда выезжает. И пытается в ближнем углу миску пробить. Высокоактивный хоккей продолжается. И по ходу второго периода. Атака с ходу в исполнении трактора. Тертышный ищет на пятаке партнера. Но замкнуть эту атаку не удается. Середина второго периода. Большинство у Динамо. И отличный шанс упускают легионеры. Уилл отправил передачу в пакет у за ворота. Тот выкатил на пятак. Прострелил на дальнюю. Попала шайба в ногу Телегина. И дальше выскочила уже в краску. В меньшинстве проводит атаку трактор. Перехватывает шайбу Кемпфер. Сам бросает по воротам. Котлеровский пытался шайбу добавить. Но не попал по ней. За 10 секунд до конца большинства Динамо. Кемпфер нарушает правила в этом эпизоде. Хоккей с бело-голубых. Робинсона цепляют. И большинство у трактора. Шабанов передач на лицевую линию отдает. Юртайкин на пятак вылезает. Скидывает за спину. Шабанов находит на вершине Григория Дронова. И тот на паузе отправляет шайбу в цель. 1-0 в пользу трактора. Классное кистевое попадание. Из-под Артема Ильенко шайба вылетела. На пятаке здорово. Трафик создали хоккеисты трактора. И Миска свою команду не выручил. Через несколько секунд моменты у Динамовцев. Подхватывают шайбу в средней зоне. ОДЛ выдает передачу на Игоря Жиганова. Комтуа ищет партнера справа. И бросает Рашевский. По воротам мыльников в игре. И сам же мыльников шайбу накрывает. Счет 0-1. Динамовцы ищут возможность счет этот сравнять. Однако получают очередную контратаку на свои ворота. Заброс на Светлакова. Бросок. И вроде бы счет становится 2-0. Да, все красиво. Замечательно. Быстро перешли от обороны к атаке. Кравцов выдал передачу партнеру. Светлаков Миску переиграл броском в ближний угол. Однако берет Алексей Кудашов запрос. И видим мы здесь откровенный офсайт. Судьи гол отменяют. Счет остается прежним 0-1. Трактор все равно не останавливается и пытается вернуть себе преимущество в 2 шайбы. Однако бросок Дронова в большинстве останавливает Хантер Миска. Шайба заползла ему за спину. Ныряет вратарь спиной к ней. Ну и все там на пятаке пытались найти возможность что-нибудь дозделать. Шанс у Ткачева. Опасно бросал он с ближней дистанции в большинстве. Ну и здесь классный сейф от Хантера Миски. 100 секунд до конца второго периода бросок от синей линии Адамчука. Жиганов шайбу подхватил. Выдул пас на дальний пятак. И Павел Кудрявцев счет сравнивает. 1-1. Очень четко все сделала Жиганов. Спокойно, не спеша доставил шайбу под ворота. И там разобрался Кудрявцев. 1-1. Казалось бы команды уйдут на перерыв при равном счете. Но не тут-то было. Григорий Дронов снова берется за дело. Дубль защитника трактора. Передача Ткачева. Это его 350 очков КХЛ. И 2-1 в пользу Челябинца. В начале третьего периода в центральном круге решили скинуть Краги и сойтись Кирилл Адамчук и Бадди Робинсон. Ну, прям скажем, этот кулачный бой получился не самым интересным. Пытались попадание оформить соперники, но безуспешно. Здесь уже Адамчук искал возможность уложить налет оппонента. Но в итоге упал сам на колено. И так вот бой закончился. После этого Динамовцы пытаются создать голевой момент у чужих ворот. Римашевский забрасывает шайбу от синей линии. Сергеев лезет на пятак. Пытается там Клюшку подставить в борьбе с соперником. И падает на спину. Ну, в принципе, падает и ничего страшного. Вот Кудрявцев сзади накатывал на добивание. И в итоге Клюшкой попал слегка по шее своему партнеру. Седьмая минута третьего периода. Одел проходит по флангу. Передачу в середину зоны выдает. Пыленков смог протолкнуть шайбу на пятак. Но здесь у Рашевского бросок в створ не получается. Середина третьего периода. И фол в зоне атаки. Хватает Динамовцы. Пыленков попадает Клюшкой по лицу Кадейкину. И трактор зарабатывает большинство. Передача тердышного на лицевую. Обратная скидка от Кадейкина. И бросок в касание в исполнении форварда трактора. В ближнем углу забирает шайбу Хантер Миска. Уже в равных составах проводят атаку Динамовцы. Шайба отскакивает к Телегину. Передача на Шарова. И два в одного вываливаются гости. Котлеровский не стал делать передачу на Баде Робинсона. Он бросил сам. И это было абсолютно правильное решение. От нападающего трактора. Три-один в пользу. Челябинцев в ближний угол запускает шайбу Котлеровский. Александр Шаров и Сергей Телегин в ассистентах. Положение Динамо ухудшается. Но шансы у белоголубых еще остаются. Семь минут до конца третьего периода. Большинство получает шайбу Джордан Уилл. Бросает по воротам. Она выскакивает на пятак. Котлеровский успевает пространство перед воротами подчистить. Все в этом же большинстве. Котлеровский нарушает правила на Эрике Оделе. И судьи фиксируют. Две минуты. Большинство в формате 5 на 3 на одну минуту есть у Динамо. Но, правда, ничем оно не запомнилось. Четыре минуты до конца третьего периода. Одел бросает с борт. Уже такой бросок отчаяния. Но для Сергея Мыльникова никаких проблем нет. Последняя минута третьего периода. С пустыми воротами Динамовцы. Шабанов забирает шайбу на синей линии. Пас на Кравцова. И Кравцов поражает пустые ворота. 4-1. Две голевые передачи у Шабанова. Два гола сегодня на счету защитника Григория Дронова. Ну и Кравцов, кстати, очень классно в эти самые пустые ворота попал. Трактор увозит с ВТБ арены. Два очка. Это был действительно один из самых результативных дней за последние годы. 43 шайбы в 7 матчах. Какой-то инопланетный уровень. Как ни крути. КХЛ снова доказывает, что это лучшая лига мира. Завтра немного отдохнем, так как нас ждет всего одна игра. Зато суббота вытастся на загляденье. Скользкий лет на кинопоиске. Это лучшее, что случалось с вами в жизни. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok